Добрый вечер! Это Вести Магнитогорск в студии Елена Винс. Я и мои коллеги мы рассказываем о главных событиях, происходящих в городе. В начале выпуска основные его темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоимость проезда в общественном транспорте Магнитогорска в ближайшее время может возрасти. Причина тому повышение цен естественными монополистами. Заявил сегодня глава города Виктор Аникушин на встрече с сотрудниками Треста электротранспорт. День главы Треста электротранспорт по традиции для Виктора Аникушина начался с осмотра некоторых подразделений предприятия. Проблемы этих участков показывают проблемы всего трамвайного депо номер 3. Она одна, мизерное финансирование. Изношенность вагонного парка составляет 86%. Уже более двух лет не индексируется заработная плата сотрудников. Для того, чтобы сэкономить деньги в Тресте электротранспорт, не закупают новые детали, а стараются своими силами их изготавливать. Вот этот станок 1932 года выпуска сотрудники Треста электротранспорт в прошлом году нашли на мусорке. Он немецкого производства, и вот здесь даже можно видеть фирму его изготовителя. Сотрудники Треста электротранспорт сами его отремонтировали и сейчас применяют для изготовления деталей, которые не требуют повышенной точности. Особую сложность составляет то, что вагоны Магнитогорского депо проектировались несколько десятков лет назад. Их модели устарели уже сами по себе. Запасные части купить практически невозможно. А поскольку инженерный корпус подобрался здесь достаточно квалифицированный, то собственными силами проектируем, изготовляем. Ну, ходили по цеху, видели, работают не хуже заводских. Уже пять лет строятся здания службы пути и капитального строительства. В эксплуатацию его должны были сдать еще два года назад. Однако недостаточное финансирование затормозило стройку. Завершить ее планируется в следующем году. А скоро, возможно, стоимость проезда в общественном транспорте вновь возрастет. Планируется в целом повышение тарифов. Это идет не от нас. Это идет, опять же, от естественных монополий. Сейчас экономисты городской администрации подсчитывают, насколько возрастет стоимость проезда. Глава же города уверил, что права льготников ущемлены не будут. Изучать опыт работы в сфере социальной помощи приехала в Магнитогорск делегация из Москвы. Интерес вызвал благотворительный фонд «Металлург». А вернее, его широкая система помощи пенсионерам и инвалидам города. Есть еще один повод для встречи. Сегодня благотворительный фонд «Металлург» отмечает свое 15-летие. Специально для столичных гостей руководители фонда устроили экскурсию по своим объектам. Сначала делегацию повезли по магазинам сети «Ветеран». В первую очередь показывали на цены. Мол, здесь они ниже, чем в обычных магазинах. И очереди возникает не от тесноты, а от обилия постоянных покупателей. Гости, кстати, успевали выслушать мнения не только экскурсоводов. Я считаю, что это не милосердие. Ну, посмотрите, очень дорого все. После магазинов отправились в реабилитационный центр, что на остановке Энгельса. Веселые, жизнерадостные пожилые люди лучше всяких слов свидетельствовали. Здесь им действительно помогают не только физическое здоровье поправлять, но и душевное. Тамара Тимофеевна Чекменева прошла уже половину курса лечения. Обошлось ей это всего в 156 рублей. А то, что она здесь получила, гораздо дороже всяких денег. Все врачи и сестры очень такие вежливые, очень. Все нормально, все хорошо. В Москве с 1994 года работают по такому же принципу, как в благотворительном фонде «Металлург». Только у них все на самоокупаемости. Жилье в обмен на пожизненный уход. Там четыре таких же дома ветеран, как у нас. И целый комплекс социальных программ для малоимущих и инвалидов. Я когда узнала про это, мне вот очень интересно, потому что для нас это новое направление. И опыт вашего города, опыт фонда «Милосердие», безусловно, будет полезен. И вот сегодня нам руководитель фонда дал возможность ознакомиться с материалами. И мы будем сотрудничать вместе, безусловно. Сегодня гости успеют совместить полезные с приятным. Вечером благотворительный фонд «Металлург» отпразднует свой день рождения. В воскресенье отмечается День матери. Для работников социального приюта Магнитогорска это почти профессиональный праздник. Для 450 детей за последние шесть лет они стали настоящими родителями. День, не совет ко мне? Доброе, помогает, хорошее. Как она нас воспитывает, как уже мама считается. Мамой дети социального приюта считают старшего воспитателя Ирину Семакину. Ирина Вячеславовна искренне любит своих подопечных, а к недостаткам относится с пониманием и терпением. Бывают дни, когда мы думаем, что ну вот, ну совсем невыносимо с ними работать. А вот как мы приезжаем в лагерь или на какие-то мероприятия ходим, у нас говорят самые лучшие дети, самые организованные. Или потому что они в нас вот видят именно человека, которого вот слушают. Даже если не слушаются, они все равно нас слушаются. Социальный приют рассчитан на 35 детей. Больше бывает, меньше никогда. У каждого своя судьба, но горе хлебнуть довелось всем. У большинства из них мама и папа лишены родительских прав. У некоторых находятся в местах лишения свободы. От девяти человек родители отказались. Работают все женщины в основном массе. 45 женщин, сотрудников. Ну, что там, наверное, играет. Может быть, женская, материнская в этом случае. И те жалко на самом деле. В этом доме дети чувствуют заботу и внимание. Кто-то учится читать, кто-то отвыкать от воровства. И все вместе учатся радоваться жизни. Приходишь к ним, они радуются, ждут, что кто-то к ним пришел. Что-то хочет с ними поиграть, что-то подарить. Поэтому это, наверное, и тянет. Одна из задач приюта – социальная реабилитация детей. А одно из самых любимых детьми заданий у психолога – сочинение на тему «Как я буду жить в будущем». Продолжаем программу. Сегодня для православных начинается рождественский пост. Это время подготовки к празднику для верующих. Празднику Рождества Христова. Православные считают, что пост – время самоанализа. Возможность взглянуть на себя со стороны. Из-за пределов собственного «я». Во время поста не разрешается употреблять в пищу мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Рыбу во время поста можно есть в субботние и воскресные дни, а также в великие праздники. Для детей, старых и больных людей, беременных и кормящих женщин правила поста ослабляются. А мусульмане в эти дни отмечают рамазан. Впервые намаз прошел в строящейся мечети села Миаское. Большую помощь в строительстве оказала Аграрная партия России. Целый месяц мусульмане всего мира соблюдали пост, ограничивали себя в пище, очищаясь духовно. Теперь они встречают рамазан. Три дня длится праздник, когда двери домов открыты для всех. Как говорят мусульмане, все дела зависят от намерений. А намерения у людей, которые в этот день не просто приехали в гости на праздник в мечеть села Миаское, но и вложили средства и частичку души, самые чистые и добрые. Россия всегда была многонациональной страной, многонациональной державой. И вот только дружба между нашими народами всегда спасала Россию от всех невзгод. Сельское хозяйство у нас терпит серьезнейшие и серьезнейшие последствия, любительных реформ. Поэтому мы здесь находимся не только, приехали поздравить вас, но мы сюда приехали еще сказать вам добрые слова, потому что без вашей поддержки нам сегодня не победить. Поздравить жителей села с праздником и поблагодарить аграрьев за поддержку и помощь в восстановлении мечети приехали полномочный представитель Совета Муфтиев России по Уральскому федеральному округу Абдель Рахман Салех и сопредседатель Совета Муфтиев России Исмагил Шангареев. Все религии, они строятся на общечеловеческих ценностях. Не убей, не уходи, не правилодействуй, не желает ближнему своему то, что желаешь в себе. По восстановлению нашей великой Родины, Россия, работают люди разной национальности. Вот Абдель Равнагареев, он приехал, явил эту приказную мечеть и сказал, что сердце ему рассказало, он говорит, надо эту мечеть поднимать. Одна из главных целей Аграрной партии России – это объединение народов разных национальностей и религий. И восстановление мечети в Мянском – один из шагов на пути к этому. Сегодня духовность у нас в стране начинает возрождаться, и что сегодня у человека есть будущее. Если у человека есть души стержень, если у человека есть души вера, то все впереди, все будет хорошо. Жить надо всегда с Богом. Служба новостей Магнитогорской государственной телерадиокомпании продолжает рубрику, в которой не политики, а известные люди Магнитогорска высказывают свое отношение к предстоящим выборам. Вот что думает по этому поводу актер драмтеатра имени Пушкина Игорь Кравченко. Сколько себя помню, с 18 лет я не пропустил ни одних выборов. Ну а сейчас, ну как я могу не пойти? Ну, за меня тогда пойдет какая-нибудь бабушка, которая думает о жизни немножечко иначе, не так, как я. И не так, как, наверное, ее кандидаты будут, наверное, действовать, так, как представляется мне, в идеале, как бы действовали мои. Вот, я же все-таки живу надеждой, что с моей помощью тоже жизнь улучшится. Вот, даже если я пойду голосовать, то вдруг что-то изменится. Или молодые люди, да, ну, в конце концов, тоже, у них тоже свой взгляд на жизнь. И свое восприятие жизни. А я думаю, что это просто еще долг мой перед моими детьми, перед моими, надеюсь, будущими внуками, все такое. Ну, то есть, просто-напросто я надеюсь на то, что у нас в стране все будет лучше. Я, насколько могу, я приложу к этому усилия. Ну, вот, хотя бы такие. Такими были новости с сегодняшнего дня. Коротко напомним основные события уходящей недели. В понедельник в Магнитогорске по мпезным шоу стартовал конкурс «Краса магнитки», неоценимую поддержку которому оказал металлургический комбинат. Более 50 самых красивых и самых смелых девушек Магнитогорска приняли в нем участие. Отбирали претенденток по строгим критериям. Гармоничное телосложение, умение раскованно держаться на сцене, коммуникабельность и артистичность. В финал вышли 29 участников. Проблемы русского языка и литературы обсуждали во вторник на региональной научно-методической конференции в Магнитогорском государственном техническом университете. Студенты горного университета считают, что количество часов, отведенных на изучение русского языка, явно недостаточно. Депутаты Магнитогорского городского собрания провели в среду очередное заседание. Усилия местных парламентариев по решению главной городской проблемы, поиску дополнительных доходов, наконец-то увенчались успехом. Итог превзошел все ожидания. 2003 год еще не закончился, а в казну поступило более 2 миллиардов рублей вместо планируемых полутора. В четверг из Москвы в Магнитогорск приехал первый заместитель председателя Всероссийского совета ветеранов Дмитрий Карабанов. Цель визита московского гостя – узнать нужды магнитогорских пенсионеров. Для этого он провел ряд встреч с активистами различных городских советов ветеранов. И сегодня благотворительный фонд «Металлург» отмечает свое 15-летие. Поздравить юбиляров приехали столичные и областные гости. Широкая система помощи пенсионерам и инвалидам Магнитогорска известна по всей России. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Завершит выпуск прогноз погоды. Всего доброго и удачных выходных! Спонсор прогноза погоды – страховая компания «АСКО». «АСКО» – гарантия вашей стабильности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова